Как вы думаете, что может лопнуть или взорваться в машине прямо на ходу? Бензобак? Да. Колесо? Да. Представляете, такое лопнет прямо на ходу. А что может взорваться или лопнуть в машине во благо? Да. Чья взрывная сила может стать спасением в момент аварии? Догадались? Подушки. Фу. Ну, не такой, конечно. А той, которая в десятки раз мощнее. Которая прячется здесь, здесь, здесь. Взрыв, который может спасти в машине, это взрыв подушки безопасности. Вроде все ясно, но есть загвоздка. Здесь написано, внимание, опасность. Смерть или серьезные повреждения может нанести подушка безопасности. Вот парадокс. Как может быть опасна подушка безопасности, если она призвана спасать? Я это выяснил. Но прежде чем ответить на главный вопрос, выясним, как же человеческое тело ведет себя в момент аварии. Устроим ДТП. Для этого эксперимента нам понадобится прочный трос и один легкий автомобиль, привязанный к большой тяжелой машине. Поскольку я не хочу пробить собственной головой лобовое стекло, я залез на крышу. Да и вам будет виднее. Предположим, машина двигается со скоростью 60 км в час. И мое тело тоже двигается со скоростью 60 км в час. Хлоп, авария. Машина резко останавливается, а я продолжаю двигаться со скоростью 60 км в час. И единственное, что меня может спасти, это встречная сила, чтобы не дать мне вылететь через лобовое стекло или сломать себе что-нибудь от торпеды или руль. И это подушка безопасности. Вам наверняка не терпится увидеть подушку безопасности в действии. Но для того, чтобы увидеть ее в действии, сначала нужно увидеть ее саму. А это возможно, к сожалению, только в момент аварии или после нее. Не дай бог, конечно. Вот у меня тут есть уже сработавшая подушка безопасности. Ну, во-первых, она сделана из нейлона. Это тот же материал, который используется в женских чулках. Другими словами, можно сказать, что это огромный женский чулок толщиной полсантиметра. Во-вторых, он уложен как парашют. И неспроста. Потому что первые подушки безопасности разрабатывались именно для авиации. Ну и в-третьих. Пиропатрон. Он устроен по принципу твердотопливного ракетного ускорителя. Когда взрывается топливо внутри этого пиропатрона, образуется огромное количество газа, который выстреливает вам навстречу подушкой со скоростью 300 км в час. Насколько же сильна подушка безопасности, что способна остановить летящее с высокой скоростью тело человека? Чтобы увидеть это, давайте попробуем с ее помощью подбросить это тело вверх. Мы будем использовать обычное автомобильное колесо. И посмотрим, насколько высоко оно сможет улететь под силой удара подушки безопасности. Хух, тяжелый. У меня есть статист и специальное устройство для запуска, которое состоит из подушки безопасности и четырех столбиков, обеспечивающих вертикальный взлет. Есть еще линейка для того, чтобы посмотреть, как высоко взлетит наш статист. И поскольку это эксперимент и его результат непредсказуем, я пошел выключить. В реальной машине подушка безопасности взрывается благодаря датчикам удара. Я же это просто сымитирую. Три, два, один, старт! Вот это сила! Автомобильное колесо весит 25 килограмм. И подушка безопасности подбросила его на 2 метра. А сколько дыма! Кстати, знаете откуда он? Достаточно специфичный запах. Пахнет булочками. Для того, чтобы подушки не слепались, когда их укладывают, их присыпают тальком и кукурузным крахмалом. И такое впечатление, что здесь на пороховой бочке пожарили булочки. Точно! Пороховая бочка. В момент аварии не успеешь и глазом моргнуть, а подушка уже раскрылась. Время срабатывания подушки 25 миллисекунд. Для сравнения. Человеческий глаз моргает со скоростью 100 миллисекунд. То есть подушка безопасности успела бы 4 раза раскрыться, пока мы один раз моргнули. В момент срабатывания подушки, вещество, находящееся внутри пиропатрона, взрывается с выделением огромного количества газа. Газ достигает критического давления и мгновенно раскрывает уложенную подушку. Давайте продолжим эксперимент. Любопытно. Сколько же человеческих сил скрыто в этой маленькой, но очень мощной подушке безопасности? Для того, чтобы измерить силу удара подушки, я воспользуюсь боксерским силомером, которым боксеры меряют собственную силу удара. У меня есть подушка безопасности, закрепленная на специальной стойке. Приступ! Ну что, предлагаю отправить этот силомер в нокаут. 553 килограмма. Если я правильно помню, удар Мухаммеда Али, известнейшего боксера, был 800 килограмм. Но это гарантированная смерть. Теперь я попробую ударить по этому силомеру. Средний мужчина, плотного телосложения в полном расцвете сил. 273 килограмма. Это почти вдвое меньше, чем подушка безопасности. А смогу ли я побить рекорд этой подушки безопасности, если возьму бейсбольный битв? Я, правда, не бейсболист, но это универсальный инструмент. 312 килограмм. Но до подушки безопасности мне все равно далеко. Путем нехитрых вычислений получаем, что удар подушки безопасности равен силе удара двух мужиков, сбитыми в руках. Не хотел бы я получить с такой силой в тыкву. Кстати, о тыкве. Что будет с тыквой, если ее, мягко говоря, поцелуют подушки безопасности? Посмотрим. А сейчас я проведу эксперимент, максимально приближенный к реальности. У меня есть тыква, у меня есть манекен и у меня есть специальный механизм, который имитирует поведение человеческого тела внутри салона автомобиля при аварии. Примерно вот так. Этот пневматический поршень заполняется воздухом, сжатым до 8 атмосфер. Он толкает спинку сидения с пассажиром вперед с большой скоростью. Итак, собираем нашего пассажира. Я усадил его прямо напротив подушки безопасности, которую вмонтировал в торпеду этого автомобиля. Сам сажусь за руль. И, возможно, именно этот эксперимент нам покажет, может ли подушка безопасности быть опасной. Я понимаю, что та подушка, которую я установил в этой машине напротив пассажира, взорвется. И моим барабанным перепонком не поздоровится. Но, как настоящий исследователь, я должен произвести все замеры. Для этого я взял прибор для измерения уровня шума. И сейчас мы проверим, насколько громко она взрывается. Ты не хочешь пристегнуться? Уверен? Ну, тогда поехали. Вы посмотрите. Из-за того, что эта красавица не была пристегнута, ей просто расколола череп. Дело в том, что если человек в машине не пристегнут ремнем, при аварии он полетит навстречу подушке с той же скоростью, с которой ехал и автомобиль. Помните меня на крыше? Без ремня летящего человека ничего не удерживает, и он входит в зону поражения выстреливающей подушки. То есть подставляется под ее удар. И она отправляет его в нокаут. И именно в такой ситуации подушка безопасности становится смертельно опасной. А еще у меня очень звенит в ушах. Можно сказать, что у меня сейчас легкая контузия. Посмотрю на свой шумомер. 110,9 дБ. Для справки, болевой порог 120. Удар молнии – 130. Взлет реактивного самолета – 140. А старт космической ракеты – 160 дБ. Интересно, если сработают все подушки безопасности одновременно? Можно запросто оглохнуть? На самом деле это не так. Все заранее просчитано. Подушки выстреливают по очереди с периодичностью в миллисекунду. Но не дай бог сбоев электрики, и сработают сразу все. Глухота гарантирована. Силу проверил. Звук проверил. И выяснил, что подушка безопасности действительно может представлять из себя опасность. По двум причинам. Во-первых, если вы не пристегиваете с ремнями безопасности. И во-вторых, из-за сбоев электроники. Но если вы соблюдаете правила безопасности, это спасет вам жизнь.